как наверно многие сейчас горожане хотелось уюта хотелось чего-то своего хотелось чтобы был участок хотелось чтобы на нем можно было делать то что я хочу ощущение чего-то своего изначально конечно же нравился каркас почему потому что ну не кирпич там в силу того что изрядно стоит ну то есть каменные технологии скажем тогда газобетон и так далее не очень привлекали искал участок довольно долго и сначала делал акцент на наличие газа то есть либо на участке либо рядышком либо в обозримой перспективе хороших участков с газом в десятки раз меньше чем просто хороших участков с нормальным количеством электричества поэтому соответственно выбор был узок цена была приблизительно в полтора то и два раза выше и в общем-то начал выруливать куда-то в сторону либо каркас либо сип и понял что газ мне не нужен очень сильно расширился выбор в итоге я купил этот участок рядом с городом за какие-то вменяемые деньги все что мне нужно было это 15 киловатт электричества для себя выбрал сип силу того что строительство более стандартизировано меньше узлов меньше возможностей неправильно собрать меньше возможности накосячить соответственно именно поэтому и выбрал эту технологию для строительства сначала гостевого дома своего который я строил своими руками и потом уже большого дома в котором я живу уже больше двух лет постоянно со своей семьей и детьми проектирование дома выбор проекта это было непросто могу сказать что в серию пошла 37 планировка по счету которую я делал конечно же нравилось как многим обители ангелов архитектора шильникова и в общем-то решение первого этажа на 90 процентов наверно взят от нее но не устраивали два момента не устраивало очень сложная и соответственно очень дорогая кровля не устраивало отсутствие я хотел всегда большую террасу вот вы видите в итоге сделал что-то свое целом доволен участок на котором мы с вами находимся его площадь 15 соток он меня не устраивал по своему рельефу по наличию громадных канав шириной 3 метра на участке находится дом площадью сто восемьдесят шесть квадратов строительство в целом заняло порядка двух месяцев это если коробка под крышу для сипа это долго но поскольку это было первый раз в общем простительно из этих двух месяцев там фундамент наверно дней десять все вместе до момента въезда в дом занял 7 месяцев фундамент дома это буронабивные сваи диаметром насколько я помню 300 или 350 миллиметров с обвязкой брусом 200 на 200 обшивку цоколя я выполнил из пенополистирол бетонных блоков вот они одним из факторов выбора был их ну такой существенный вес соответственно это положительно влияет на шумоизоляцию то есть звуки снизу если цоколь не зашит они нормально проходят через нулевое соответственно это помимо эстетики еще и дополнительная шумоизоляция для дома это так называемый ревизионный люк он самодельный нужен для инспекции межсвайного пространства даже виден один косяк который сделан скажем так по незнанию и который делается массово многими строителями от которого я хотел бы предостеречь это называется запил бруса в пол дерева или в лапу и брусовых домах или бревенчатых это нормально для домов и си панели это неприемлемо я категорически не рекомендую никому это делать и рекомендую зарезать брус только по вертикали фасад моего дома это смарт сайдинг это имитация доски из ойсби ойсби с одной стороны отформован под структуру доски и покрыт на заводе грунтовкой акриловые на два слоя соответственно при монтаже это красится на два слоя тоже акриловой краской материал тогда был очень сравнительно новый сейчас уже очень многие о нем знают я был один из первых кто в питере его монтировал считается что краска на нем лежит очень долго в силу того что это все-таки не дерево с которым надо каждый там пять шесть семь лет что-то делать 15 якобы лет все должно быть хорошо посмотрим конструктивно кровли из себя представляет холодную кровлю то есть холодный чердак стропильная система опирается на чердачное перекрытие конструктив совершенно стандартный обычный из необычного здесь применять действительно финская сталь очень качественной довольно дорогой я заказывал ее из финляндии и прокатывал в питере с помощью одного из местных производителей металлочерепицы на кровлю смонтирована снегозадержание смонтирована над террасой то есть для того чтобы предотвратить поликарбонат от от падения каких-то там снеговых глуп и так далее это наша терраса это я бы сказал что это наиболее эксплуатируемая часть дома летом зимой конечно она не эксплуатируется но все мы рекомендую и из интересных решений которые может быть не всегда делаются это глубина террасы 3 метра площадь изрядная площадь по моему 38 метров ориентация ее на юго-запад юг там запад там соответственно целый день здесь солнце два выхода на нее глубина ее позволяет эксплуатировать максимально скажем так эффективно то есть терраса эта штука хорошая из скажем так из спорных решений которые может быть не знаю стал бы делать нет это поликарбонат сейчас вопрос не видно под снегом есть у него нюансики ну пока нормально и наверное все таки бы не стал экономить на доске здесь постелена просто сосна потому что она была пропитана на два слоя маслом пока признаков каких-либо старения нету но тем не менее пока работает и слава богу потом придет ей время поменять значит поменять терраса стоит на таких же сваях на которых стоит дом обвязано точно также брусом 200 на 200 столбики 100 на 100 тоже я бы поставил сейчас пошире но тогда они просто были в доме два входа они привязаны к двум входам на террасу один вход соответственно через тамбур этот общий вход через который заходит все здесь выход из дома он привязан к выходу на террасу который ведет детскому домику на участок то есть он выходит из кухни это тоже удобно это работает окна в доме это профиль 70 миллиметров пятикамерный двухкамерный стеклопакет с разной толщиной почему с разной толщиной для того чтобы была шумоизоляция то есть считается что лучше шумоизоляция заполнение аргоном а и напыление собственно говоря на мой взгляд это оптимальное соотношение цена качество теплопотери здесь находится гостевой дом который я когда-то собрал своими руками с одним подсобным рабочим используется он сейчас как скорее как большая большая кладовка когда-нибудь здесь будет баня то есть я планирую увеличить его в два два с половиной раза здесь будет все по-другому поэтому даже в частности не стал зашивать один из фасадов потому что все равно все переделывать когда-нибудь здесь будет красиво мы с вами находимся в холле первого этажа дома сразу слева шкаф для одежды и вход в санузел санузел площадью 4,7 метра все что нужно вместилось душевая шкафчики унитаз раковина до первого этажа более чем сразу за санузлом гардеробная таким образом мы используем пространство под лестнице для того чтобы он не пропал из холла вход кухню-гостиную гостевую комнату и лестницу на второй этаж мы находимся с вами в гостиной нашего дома площадь кухни и гостиной вместе 42 квадратных метра высота до отделки было 285 сейчас приблизительно 271 272 отделка один слой гипсокартона сверху стеклохолст и стеклохолст покрашен на два слоя краской на потолке самодельные светильники делал частично сам частично ребята мои делали но идея моя мы с вами находимся на кухне считается что это сердце дома кухня выдержана бело-серых цветах намеренно оставлен большой простор в кухне то есть не стали загоморождать не столиками не была идея даже про остров но нормально не вписывался соответственно сделали просто хорошее большое просторное помещение сама кухня г-образная считаю что функционал кухни реализован исходя из таких размеров максимально возможным образом вот с этого места в кухне или с рабочего места хозяйки видно наверное 80 90 процентов участка то есть видно и заезд и парковку и вот дальний угол участка видно на игровую зону детский домик весь газон то есть это один из важных моментов привязки дома и планирование расположения кухни вашего дома когда вы будете к этому приходить это важно еще важная особенность привязки дома к участку это обращение остекления дома на юг моем варианте именно так и сделано то есть максимальная площадь окон выходит на юг соответственно если солнце есть она всегда есть кухни-гостиной это придает скажем так это и освещение и тепло и просто праздничное настроение лестница в доме двухмаршевая я стою на межпролетной площадке лестница сделана из сип панелей это удобное бюджетное и практичное решение единственное что когда мы делали конкретно эту лестницу у нас кончился сухой пиломатериал частично мы заменяли пиломатериал естественной влажности поэтому общем поскрипывание имеет место быть а так лестница очень удобная перила сделаны по каркасной технологии глухие нетравматичные абсолютно недорогие наверно самый бюджетный вариант перил мы с вами находимся на втором этаже из интересного из необычного здесь решение которое я применил который кстати говоря буду уже сейчас менять объединены холл кабинет и комната получилось довольно большое пространство теперь уже буду как только будет возможность буду ставить перегородки все-таки делать себе кабинет потому что это необходимо когда у детей маленьких буду делать вторую детскую и буду делать большую гардеробную и скажем так из моих ошибок чего бы я сейчас не повторил пожалел денег на люк обычный люк который стоит 11 12 тысяч со ступеньками которые можно утеплять как хочешь сделал некий клапан из панелей из тип панели то есть с точки зрения тепла здесь все хорошо но с точки зрения удобства пользования это нужно держать где-то стремянку который надо залезать реально неудобно поэтому такое решение было неправильно я его не рекомендую никому по деньгам участок обошелся 15 соток миллион 450 с 15 киловаттами 9 километров от кольцевой дом обошелся коробка под кровлю с террасой миллион 900 тысяч еще столько же ушло на наружную внутреннюю отделку инженерку камин немного обстановки соответственно по участку тоже проведена большая работа и отсыпка и монтаж забора монтаж ворот форм хауз шикарный ресурс я его очень люблю и целом да да очень помог на 99,99 процента заслуга форум хауза в том что я сейчас живу ледяную долю информации и опыта других людей я получал с форум хауза построил я своими руками гостевой дом благодаря этому потом построил гораздо более правильно свой дом в котором я живу потом так получилось что ко мне приехал товарищ походил посмотрел ему все понравилось и мы построили ему дом и теперь так получилось что теперь я строю дома из сип панелей уже очень довольно много их построил свой дом это здорово свой дом это свобода свой дом это всегда у вас найдется чем занять свои руки и свою голову то есть все-таки от квартиры проживание в доме очень сильно отличается то есть всегда есть что-то улучшить модернизировать изменить достроить перестроить поэтому в общем если вы этого не боитесь то свой дом для вас и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok